Почас поседжения Абловы Конкам отбылась церемония узнагороджения лауреата у республиканского конкурса «Лепший экспортер». Отповедное посвящение отримали 8 представников Гомельской области. Подробности в наступном сюжете. Сирот лауреата у республиканского конкурса «Лепший экспортер» Гомельский химичный завод. Предприемство – одно из лидеров нафтохимичной промысловости краины. Завод специализуется на выпуске фосфороутримливающих удобрений, а так само продукции неорганичного синтеза. Экспорт товаров – улику приоритетных на прамках. В структуре реализации вырабляемой продукции он займает около 70%. География поставок наличия 15 краин. Основные партнеры – Украина, Польша, Литва, Латвия и Эстония. Что год на предприемстве ставят задачу освоивать новые рынки. Летость первшие парты были накированы для спожилцов Канады и Таиланда. В прошлом году мы достигли отметку в 200 миллионов долларов экспорта. Для нас это абсолютный рекорд, потому что ранее, конечно же, мы шли к данной цифре. Но, тем не менее, как раз-таки 2019 год для нас был наиболее удачным. К слову сказать, что из года в год мы экспорт наращиваем. И за последнюю пятилетку увеличили порядка 30%. Конкурс «Слепший экспортер» проводится у нашей краине на протягу 15-ти годов. С каждым разом означают организаторы. Конкуренция возрастает. Летостью финальный этап вышли 167 предприемств. Переможцами в своих номинациях стали пять представников Гомельской области. Химичный завод, БМЗ, Светлогорский ЦКК, боровая компания «Дельта» и товариство с обмежеванной отказностью «Тера Моторс». Речицкий метизный завод, предприемство «Гомельшкло» и ГДУ имя Франциска Скорина отзначены за охвачивальными грамотами. Да, Гомельщина была на передовых позициях. И по объему экспорта, и по объему экспорта на одного работающего в аграрном секторе. Всегда такая гомельская аграрно-промышленная агломерация – это огромный кусок нашего экспорта. Поэтому и сейчас предприятия, которые выиграли в престижных номинациях – металлургия, нефтехимия, сфера услуг, частное предпринимательство на экспортном направлении – это, конечно, достижение и это показатель того, что предприятие и развитое, инновационно развитое, использует новые технологии. И люди, которые работают на предприятиях, умеют продвигать продукцию. Сегодня на территорию Амалию 180 краин поступает продукция под брендом «Зроблена у Беларуси». Как означали организаторы конкурса, экспорт – это то, что в первоважной большинстве забеспечивает социальную сферу, державное будовництво и сприяет повышению сусветного имиджа нашей державы. Что тучится предприятия региона, по словам старшиня Балваконкама Геннадия Соловья, им еще есть над чем працовать. Резервы для роста – шмат.